Севастопольским таксистам хотят выдать желтые номера. Такое предложение прозвучало в ходе заседания Постоянного комитета законодательного собрания города по городскому хозяйству в эту среду. Как заявляет председатель комиссии, депутат Илья Григорьевич Журавлев, севастопольцы все чаще обращаются с жалобами на нелегальных перевозчиков. Прозвучало очень интересное предложение изучить вопрос о выдаче желтых номеров тем индивидуальным предпринимателям и тем организациям, которые получили в установленном порядке лицензии, необходимые разрешения и зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Такой подход позволит повысить безопасность и комфорт перевозок, уверены депутаты. В этом направлении наш комитет в составе законодательного собрания продолжает работать. Я думаю, что порядок в перевозке пассажиров и багажа в Севастополе мы уже скоро наведем. В ходе встречи депутаты подняли вопрос об усложнившейся ситуации на дорогах города. Таблички белого цвета с нанесенной на ней стрелкой зеленого цвета. Которые в украинские времена разрешали проезд на красный свет светофора, теперь вызывают много споров. Данного знака нет в правилах дорожного движения Российской Федерации. А недавно установленные камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения могут стать причиной многочисленных штрафов. Заняться этим вопросом пообещали в ближайшее время. В части зеленых стрелок мы договорились начать работу по инспектированию этого вопроса, потому что все-таки зеленые стрелки помогают не осуществлять коллапс дорожный, а люди все-таки поворачивают направо, освобождая место другим автранспортным средствам. В этой связи мы поймем, сколько регулируемых перекрестков нуждаются в этих стрелках. На сайте правительства в свою очередь сообщают, штрафы за проезд на перекрестке под табличку с зеленой стрелкой выписываться не будут. Цитата. В настоящее время Севастополь продолжает эксперимент с зеленой стрелкой. Соответственно, комплексы фото-видеофиксации настраиваются так, что проезд перекрестков при наличии табличек с зеленой стрелочкой, установленных с красным сигналом светофора, не считаются нарушением. Информацию также подтвердили в Управлении Министерства внутренних дел России по Севастополю. Программное обеспечение комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД Российской Федерации настроено таким образом, что на перекрестках, на которых на светофорных объектах установлена зеленая контурная стрелка, разрешающая на постоянной основе вне зависимости от фазы сигналов светофора поворот направо, фиксация правонарушений производиться не будет. Продолжение следует...